Всем привет, доброе утро, хорошего дня и теплого, уютного вечера. Как дела? Утро. Погода сегодня так себе. То дождь, то солнце. У нас, несмотря на прогноз погоды, куча дел. Приступим. Ну что вы, детки, ну что? Хотят гулять, ребята. Гуси сразу бегут к дальней калитке на выход, потому что знают, что сейчас будем их выпускать, поэтому они там будут ждать. Все двери и калитки в тепличке я на день закрываю. Здесь как раз светло, солнце светит и в теплице целый день в районе 20 градусов. Вот сейчас пол восьмого утра, уже в теплице 17 даже, не 15, а 17, как я говорил. Несмотря на то, что на улице плюс 2. Купил гусям, кстати, зерно, потому как дробленка в последнее время постоянно дорожает, получается очень дорого. Купил вот пшеничку. Вот такая пшеничка достаточно чистая, хорошая. И купил овес. Вот такой вот овес тоже чистый. Купил 300 килограмм пшеницы и 200 килограмм овса. Мешаю 1 к 3 и даю им целиковую. Эту смесь не дроблю. Я хотел как? Сначала дать им целую. Если не будут есть, тогда подробить. У меня есть этот зернодробилка. Но они чудесно едят целую, поэтому все нормально. Здесь у нас полно улитки. Я потихоньку ее пересаживаю в теплицу. И она тут нормально себя чувствует. Периодически включаю полив. Вон она там, не знаю, видно, не видно. Периодически включаю полив. Плюс, с учетом того, что ночью достаточно сыро, здесь в теплице получается достаточно влажно. Вот на стенках даже видно полосы, как они тут ползают. В общем, тут влажность хорошая. Как раз для них то, что надо. И они еще, кстати, даже на день не легли спать. Некоторые вот еще продолжают путешествовать по теплице. А сейчас радостные гусики. Побегу, вот они все ждут. Ах вы мои хорошие. Все ждут. Ну идите, идите, гуляйте, давайте. Давайте, идите. Ох, сейчас будет. Сейчас полетят, полетят. Так, ну все, гуси пусть гуляют, пасутся. А я пойду заниматься домашними делами сегодня. Должны приехать друзья на дегустацию улитки. Поэтому надо подготовиться. Сантехнику помыть, еды какой-нибудь приготовить. Ну и вообще в доме порядки навести. Потому что руки не доходят. Постоянно. О. Помчались летуны. Постоянно. В работе, в работе. И руки до домашних дел не доходят вообще. Сейчас пойдем еще Ерофейку покормим. И посмотрим, по-моему, он там запутался. Видите, пока до дома дошел, показывает градусник, что на улице уже плюс 5, а вот это в теплице 20 градусов. Ну и нормально. Поэтому я думаю, что в сентябре, наверное, не буду пока запускать котел. Запущу в октябре, когда дневная температура опустится уже на плюс 5 постоянку. Тимошка, как дела, Тимонь? Все нормально у тебя? Ох ты какой пушистик. Скажи привет. Скажи, привет, люди. Как дела? У Тимоньки все нормально. Тимонька питается бананчиками, персиками, парагуа. Так что все у него хорошо. Вон какой жирненький уже стал. Да. Ладно, Тимонь, давай, все, пока. Ну что, Ерофейник, ты запутался, детка? Да, конечно. Обмотался вокруг своего любимого столба дважды. А? Собакус. Ну? Ахахаха. Борец с умой игруля распутанный. А? Что там унюхал? Вот он, вот он, вот он. Ахаха, игруля. Молодец. Так, гуси здесь выясняют отношения с соседскими гусями. Это одна партия. Вот они. А вон там у нас постоянно на шухере сидит ястребок. Нет, не сфокусируется телефон. Короче, вот там постоянно сидит ястреб. Мою опять улитку. Эта партия улитки пойдет в один из рязанских ресторанов на проработку блюд. Сегодня я вообще решил устроить себе выходной. Но у меня выходной обычно происходит следующим образом. Я до обеда отдыхаю. А потом после обеда думаю, а не навести мне порядок дома. А не попилить мне арматуру. А может мне помыть улитку. И это называется выходной. Сушить не будем. Нам эту партию улитки надо будет разделать и сварить. Ресторан берет варено-мороженое филе на проработку. Не каждый ресторан в России знает, как разделывать улитку. Немного грибочков вот мне притаранили. Сижу вот чищу. Надо почистить, наморозить. Я вон малины привез, еще грибы есть. Получается так, что я все лето заготовки на зиму готовлю, готовлю. И так они и лежат. У меня малина в морозилке еще с позапрошлого года лежит. А я всю зиму питаюсь яичницей. Кстати, обещал показать, как будет выглядеть наша улитка продажная. Значит, смотрите. Вот такой вакуумный пакет. В нем 12 улиток уже нафаршированных. И 4 вот такие вот зубочистки, чтобы есть, да. Срезаете вот здесь вот ножницами. Достаете, разогреваете, пока расплавится соус. И вот этой вот зубочисткой кушаете. Сейчас зубочистки положили пока 4. Но в дальнейшем надо будет, наверное, положить всего лишь 2. Ну, смысл в том, что предполагается, что вообще порция на одного человека. Поэтому двух зубочисток, я думаю, будет достаточно. Вот таким образом скоро доступно к заказу. Так что пишите в комментариях, если кто хочет попробовать. Будем паковать, готовить и привозить. Субтитры сделал DimaTorzok Вечер понедельника. Давайте покажу, что сделал. Итак, забор. Забор стоит. Забор стоит. И здесь тоже полностью доделал. В общем, все. Участок полностью огорожен. Вот это осталось под ворота. Если помните, я собирался делать откатные вот в ту сторону. Ворота. Значит, под эти ворота вырыл, естественно, ямку. И в ямку сварил уже закладную. Закладную делал из 18-го швеллера. И из остатков старых ворот. Единственное, я не знаю, это же трубы. Обычно делают из арматуры. Не будут ли внутри ржаветь. Ну, в принципе, они будут залиты полностью бетоном. Поэтому доступа воздуха не будет. Наверное, не должны ржаветь. Но не знаю. В процессе эксплуатации посмотрим. Вот, ворота получились. Забор. Забор получился двухметровый. Вот такой профилист покупал в Леруа Мерлене. Вот этот фольгированный уже 0,35 толщины. Но по факту он даже не 0,35. По факту я думаю, что он 0,25. Настолько он прям... Прям хлипкий совсем. Ну, вот. В общем, вот. Теперь я у дороги. Ну, у так называемой дороги приварил калитку. Калитка старая. Которая стояла у меня на старом заборе. Но ее надо покрасить в серый цвет. У меня есть серая краска. И вот здесь вот снизу хочу залить бетоном вот такую вот площадку. С этой стороны и с той стороны. Вот. И забор из-за того, что он 2 метра. Теперь через забор не видно вообще ничего. Даже вот только дом появился на вытянутой руке. Я поднимаю. То есть даже если подпрыгиваешь, ничего не видать. Здесь 5 метров от катные ворота будут. Под них закладную тоже сделал, показывал. И завтра уже буду заливать сюда бетон. А послезавтра поеду покупать механизм и рельсу. Не знаю, как рельсу привезти. Ерофей, привет! Ерофей! Не знаю, как привезти рельсу 7 метровую. Но что-нибудь придумаем. Вот. Короче, вот такая красота. Все. Я полностью огорожен. Со всех сторон. Так что за безопасность можно теперь не волноваться. Ну и сегодня приезжал опять же помощник, отец. Вот котел. Если помните, в прошлом видео я его привозил. И вот мы под него залили бетонную площадку. Значит, мешал 4 части щебня, 4 части песка и 1 часть цемента. То есть получается 4 к 1. Здесь получилось вылить 2 куба бетона. Ну и 1 к 4 получается. Какая-то марка, не знаю. Почему опалубка высокая? Потому что хотел выровнять с домом. Тут же буду строить котельную. Здесь будет стоять именно котел. И котельная должна быть в уровень с домом. Поэтому получилось 2 доски 200-ки. Это 400. И вглубь еще 400. Итого подушка получилась 800. Причем там внутри еще 2 слоя армировки. Ну, понятно, подушка сначала из щебня и песка. Потом армировка полная. Кладочной сеткой. Потом 400 миллиметров бетон. Потом еще одна армировка уже чем придется. Там и рабица. Там и какие-то трубы. И железяки. Но рабицей полностью все затянуто. И еще 400 миллиметров бетона. Короче, такая мощная получилась штука. Вот только сегодня закончили. Еще вот вода стоит. Еще даже не все ушло. По уровню тоже вроде отбил. Все и так, и так. Все в горизонтали. Завтра бетонка уедет туда к воротам. И начнем заливать там плиту. Вот такой объем работ. Вот эту плиту заливали, получается, два дня. Вчера залили половину и сегодня залили половину. А, еще третий день копали яму. Потому что земля дубовая. Дождей, хоть и осень, и уже похолодало. Дождей все равно нет. И получается, что три дня ушло вот на вот это дело. Заканчивается день. Всех надо покормить, напоить, воды на завтра налить. А какие осенью закаты. Это же красота просто, а не небо, а? Благодать. Гусики вот наши. Смотрите, как они дремлют. Стоят на одной ноге. И голову прячут под крыло. Гуси, я сейчас воды налью. И будем заходить уже. Да. В общем, гуси зашли сами. Не стали меня ждать, пока я их загоню. Потихоньку, полегоньку начал пересаживать уже маточное стадо в теплицу. Вон, видите, улитки на сетке сидят. Вон сидит по центру экрана, да? Вот сидит. Вот здесь он сидит. В общем, потихоньку пересаживаю. Холодает. Сейчас бетонные работы закончу и полностью займусь уже пересадкой улитки. Вон наверху сидит, видите? Ну и Ваську, естественно, тоже пересадил в теплицу. Вася, что ты скажешь о своей фермерской жизни? Ну-ка, расскажи. Вася, ну ты что молчишь-то? Вася, мяу, правильно, молодец. 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 Вася, мяу, правильно, молодец.